Работать по призванию и наряжать людей. Наталья Тополе исполнила свою давнюю мечту и открыла студию авторского трикотажа. Она вяжет одежду и аксессуары, а также сама разрабатывает актуальные модели и работает по заказу. В детстве и юности вязание было хобби, но повзрослев и став мамой троих детей, Наталья решилась открыть собственное дело. Она обратилась в отделение социальной защиты и оформила соцконтракт. С помощью средств соцконтракта я приобрела две машины, вязальную и кетельную машину для сшивания деталей, тем самым уменьшила сроки изготовления и расширила ассортимент своей продукции. Получила я 250 тысяч. После получения я сняла место, то есть арендовала студию, куда уже переехала со всем своим оборудованием. Единомышленница и коллега-владелица мастерской Наталья Лядова показала самые популярные модели. Водолазки и джемпера. Вот эта модель сейчас на пике популярности, потому что это топ с люрексом и сейчас будет в данном сезоне иметь очень хороший успех. Но до открытых топов пока далеко. Снег еще не сошел, да и ночами подмораживает. Тема головных уборов и уютных шарфов актуальна по сей день. Трендов сейчас много, главное найти свой. В этом году модница в прохладную погоду носит не только вязаные шапки и береты, но и вот такие треугольные косынки. Они называются бактусы. Кстати, ее можно повязать и на голову. Наталья планирует открыть школу вязания на вязальных машинах и организовать малое производство. Через год мастерица будет подавать еще одну заявку в социальную защиту. Напомним, в этом году на заключение социальных контрактов выделено более 50 миллионов рублей. 40 миллионов из них из федерального бюджета. Подробную информацию можно получить по телефону 44 96 84, добавочный номер 95 71. Кроме того, получить консультацию можно в любом отделении социальной защиты населения. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.